Мы с Ярославом в Евроопт и сейчас пойдем в пятый элемент. Только сдадим ой, в камеру хранения сумку нашу. Ярослав, я зайду в зоомагазин. В зоомагазин зайду сюда. Пойдем посмотрим, что тут есть. Может, какие игрушки интересные тут есть для нашего малыша. 8 рублей. Это она прибивается к чему-то? Наличку дашь? Отдам, да. Это она к чему-то. Помоги. Супадет ценник. Спасибо, сыночек. Помог. Так, это наполнители здесь. всякие вкусняшки. Так, тут для попугаев игрушки вон там. Может, палочку купим эту новую? Нет? Ну, эту палочку, игралочку. По 23 рубля. Ладно, пошли дальше. Колька. А вот эта трава котячая, да, наверное? Сейчас я спрошу, сколько стоит. Ярослава, проходим мимо Вайкики. Мы любим его, но мы туда не пойдем. Еще попробуем нашему котеночку травки перекупить. муравки. Тут какие-то кальяны уже. О, вот здесь кофе. Здесь когда-то вкусные были эти, как его, пончики. Так, нам вообще в пятый элемент надо. Нас высадили там, где надо, а мы сами уже пошли, куда не надо. Вот это такое. Много всего. Чего только нет, короче. А вот еще, смотри, пошли здесь спросим. Что? Травку. Почем? Ой. Боже ты мой. Крыски спет. Мама дорогая. Ой, попугайчики. Класс. Там кто? И попики. Смотри, крыска. Идешь? Вот беленькая, смотри. Идешь еще? Идешь? А тот, нет, этот хомяк, наверное. Не уходи далеко, пожалуйста. Так, игрушки. Сейчас я еще здесь спрошу. Много всего вообще. У нас шарики разные. Здесь три цены. Зайдем потом сюда. Ярослав уже зашел. Что тут? Это было. Знаешь, что? Коробки давай посмотрим или есть. Мы быстро. Так, тут нету. Коврики какие красивые. Чего ты меня сюда опять привел? Вот коробки. Вот коробки. Здравствуйте. В трех ценах все-таки. Но уж и без покупок. Вот. Итак, мы уже всего понакупили. Ярослав. Все. Никак не можем до пятого элемента дойти. Бижутерия здесь. Крафт. Тут закрылось что-то. Это я. Есть так хочу, кстати, уже. Что-то такое. Что-то интересное. Ладно, нам не сюда. банк. Банк. Территория BabyBoo. Что-то для детей здесь, наверное. Вот нам сюда вообще надо. Все, сейчас нам надо показать штрих-код и нам дадут наш заказ. Мы ждем наш заказ. Идем сейчас смотреть, выбирать. Рослав где-то куда-то там пошел еще. Это после каждой очищать эту штуковину. После нескольких просто сюда будут наматываться волосы, шерсть. Ага, я поняла. Вот эти боковые щеточки просто вкручиваются, выкручиваются здесь вот эти болтики, вкручиваете их. Это когда просто сухая получается. Это неважно, сухая, влажная. Просто изначально вы когда приедете домой, вы вкрутите их сюда. И все, я поняла. Только когда менять будете. Поняла. В водичку даже щелкивается вот эта тряпочка. А получается, смотрите, если, допустим, у нас в комнате лежит ковер, вот так вот щелкивается и все. и лежит ковер, там как-то отдельно задается ему сухая, влажная, или он как-то там понимает, что едет по ковру или по полу, вот это еще объясните. Не понимает. Это если у нас ковер, это надо отдельно по ковру как-то, чтобы сухая была. изначально можете просто выставить сухую упорку, он просто будет ехать. А потом влажная, но он все равно если заедет на ковер, у него нет такого понимания, он слегка влажной тряпочкой его приедет. Протянет поверху. Она не будет мокрая. Здесь влажная уборка слегка в влажный свет. Вот как влажную сахетку просирает. А у того, который подороже то же самое получается? У них, наверное, у всех, да, это влажная такая вот чистая поверхностная пылька снять и все. Это вот этот контейнер для мусса. Нормально, хватит нам. Выбросили. Угу. Это щеточка, чтобы прорезать и потом его подочистить. Турбочечечку. Сейчас его услышу. Это вот он так гудит вообще тихо. Ну, тут еще мощность. Угу. Это сейчас какая у него мощность? Средняя где-то? Угу, это мощность. Кота кусай. Он обойдется тут кот. домом уже разбираться с этим всем. Машины такие огромные. Мы с Ярославом пришли отметить это дело с обновками, с пакетами, короче. Добрались в МАК. Ждем наш номер 15. Я что-то там делаю. Ерундой страдает, как обычно. Ждем. Это мы дома наконец-то. Еще пришла коммуналка. Я сейчас разбиралась с коммуналкой. Там трохи накосячила что-то с счетчиками с водой. думаю, потом все будет нормально. Так, давайте смотреть наши мелкие покупки. Что мы тут понакупили. Так, что здесь? Все, сейчас все по порядку. Давайте для нашего котика сначала. Ой, блин. Князь. это для тебя. Купила травку ему рубль шестьяк. Князь, можешь есть ее, иди. Сейчас я попробую. На, верхушки надо грызть, сказали. Котикам можно грызть верхушки. Ешь. О, дает. Кусай, кусай, кушай. Может, еще не съедай. Так, грызть, вот прям. Молодец. Надо пакетик только убрать и поставить какую-нибудь тару. Корень сказали не надо, князюшка. Верхушечки, мой хороший. Давай я тебе отломлю. Хочешь, отломлю? Сейчас, подождите, секунду. Так, короче, вроде ты нашей рыбке понравилось, так он не понимает, как кусать надо. Я тоже не понимаю, как ему... Стоп! Лапы загребают, как ему дать. Он играет, не пойму, что он с ней делает, если честно. Может, сразу ему не буду давать сейчас? чуть-чуть попробую. Не пугай, не пугай. Тебя у нас еще скоро будет. Хорошо, мы траву едим. Ты будешь? Ты ж все не... Короче, ладно, мы попозже еще поедим. Травы. Так, это князю. Трава. Ну, князю, можешь идти сюда. Ай. Так. Давайте посмотрим, что будет. Прям этого... Он играется. Князь. Играться не надо, кушай. Я поищу какую-нибудь кружку, может, найду. И в кружку ему поставлю. Или куда ей... Я даже не знаю, как этот целлофан надо убрать. А вот таких вот фильтры еще обычных. В прошлый раз у нас брали мы с каким-то там магнием, чичем. Короче, фигня. Это все. Взяла обычные два штуки сразу, чтобы уже потом не ездиться. Еще, что мы купили на той выставке. Вот, сразу покажу. Вот такое колечко я себе заказала. Эти слова набивали мне под заказ. Трохи кривовато получилось, конечно. Ну, как и есть уже. Немножко, криво? Не немножко, а первое слово вообще конкретно криво. Только сейчас заметила, если честно. Ну, ладно. Суть не в том, что криво, не криво, а в самих словах, которые, которые для меня важны. Скажем так. Вот. Вот так будем его носить. Так, что мы еще взяли на той выставке? Вот блин. Ярослав, получается, его съел. И взяли еще пробники. Мед, я так поняла. Это крем-мед. Так, крем-мед семейного пчелы, пчелы, семейного пчелы, там, где, короче, крем-мед. Вот этот с лавандой и абрикосом, вот этот вкусный, а этот с мятой, тоже очень вкусно, особенно, если в чай добавить вообще. Короче, вот такая вот баночка, сколько здесь, не знаю, я даже, сколько здесь миллилитров, не знаю, может, не знаю, 20, меньше, 3 рубля, да, типа пробники, вот, по 3 рубля взяли. Вот такой пакетик нам дали, рассчитали, вот, в инстаграме они, кстати, есть. Так, дальше мы ходили, ходили, еще шли и встретились с девушкой, с Анжеликой, вот, мы с ней познакомились в инстаграме и вот у нее я купила закладку вот такую из сухоцветов, я давно хотела что-нибудь такое. Так, потом у нее мы взяли еще вот такой вот букетик небольшой лаванды, это даже получилось так в подарок и еще вот такой вот магнитик, который я у нее высмотрела, магнитики, довольно-таки большой, я думала, меньшего размера, лаванда так пахнет даже вот сейчас, лежит и пахнет, надо будет ее куда-то приспособить, не знаю, правда, куда, куда, но надо куда-то приспособить, чтобы и кот не достал, так, и этот магнитик мы потом вот так вот сделаем, прицепим, вот, так, красота, что вот это вот с мятой, и этот мед хорошо добавлять в чай. Сейчас мы и попробуем крем-мед. 3 рубля вот такая, не знаю, сколько здесь грамм, так, ой, как вкусно пахнет мятой, и вообще с мятой, вот так, и мне. Думаю, мы быстро его съедим. Может, куда-нибудь. Сейчас остынем, будем пробовать. короче, кто помнит вот эту баночку с тем запахом из фикс прайс, я эти в баню выкинула, короче, в мусорницу, шарики, и сюда вставила вот такую вот эту веточку лаванды. Вкусно пахнет, и будет она пахнуть мне уже, бог знает сколько, вот так вот.